Делать вид, что в университетах ничего не происходит, наверное, не наша политика, правильно я говорю? Поэтому мы знаем все проблемы, вы их знаете не хуже, чем я. Катастрофы там нет, студенты всегда были людьми буйными и бурными. И мне часто говорят, ну, Александр, ну что вы это все терпите, вот с этими студентами, да повыгонять их и прочее. А тут и личное, я так вспоминаю себя, когда я был студентом, знаете, деканом исторического факультета всегда было со мной непросто. Но я никогда не воевал против власти. С деканом я всегда воевал за справедливость. Если кто-то студента обидел, а еще активистом комсомольским был, руководителем комсомольского прожектора, если вы сталкивались с этим, это всегда человек был, который смотрел за порядком, за дисциплиной, ну, как сейчас говорят, с коррупцией боролся и прочее. Вот я за справедливость. И меня только спасало то, что я всегда отлично учился. И активистом еще был. Поэтому я так вспоминаю, думаю, ну, наверное, есть же заблудших студентов немало. Есть, у которых мозги уже на место не поставишь. Ну, это единицы. А за ними тянутся и другие. Ну, как, это же неудобно. Вот он тут вышел против власти, выступил. И я за ним, и так далее. Я это все в душе понимаю. И как-то успокаивало силовиков, чиновников, говорю, ну, надо потерпеть. Надо потерпеть, поймут люди. Поймут. Это же студенты образованные. Это самые образованные люди. Продолжение следует.